Сегодня я буду рассказывать о более практическом применении в AppRTC. Да, я пришел в компанию, это практически стартап, и мы зачем-то все там начали переписывать с нуля, потому что у нас очень много легоси. Собственно, о чем я сегодня буду рассказывать? Главное, я буду рассказывать о том, что существует в AppRTC API, существует медиа-стрим API, который позволяет будет нам делать захват собственно видео и аудио потоков с вашего компьютера. О том, что существуют над и межсетевые экраны, о том, что есть iStand, Turn, об этом все сегодня расскажу. И в конце я покажу самый простой примитивный пример реализации в AppRTC на коленке. Google I.O. 2014 год. Ребята, короче, из Google показывают то, что существует в AppRTC, и они коннектят два браузера прямо в реальном времени на Google I.O. Сейчас у нас 2017 год, спека до сих пор в драфте, ее постоянно дополняет, и вот-вот она станет в релизе. Из интересного, все браузеры поддерживаются, даже Safari, он хоть тут и желтый, но он уже должен поддержаться. В3C диктует нам API поверх библиотеки, которую буду рассказывать. Но где есть везде В3C API и, собственно, Chrome, получается доступно в AppRTC. Это у нас электрон, поэтому существует новый Skype, который, наверное, кто-то уже поставил, Skype Review. Кто-то пользуется Slack, кто-то Rocket Chat и остальными приложениями. Все это благодаря тому, что Google поступила умно и сделала сначала отдельную библиотеку для WebRTC, а уже потом, благодаря силами В3C, они начали стандартизовать API. И, собственно, из-за того, что есть эта библиотека, поэтому у нас есть нативные клиенты, собственно, это IOS, Android, и есть парнишка на GitHub, который даже запилил модуль для React Native. Из интересного, сама библиотека состоит из множества слоей, множества компонентов, но самое главное, то, что там существует вообще во всем мире, это то, что есть echo cancellation и nursery reduction. Прямо в библиотеке существует, собственно, подавление шума, и поэтому в браузере, особенно любители Linux, собственно, оценят, что им не надо ничего делать, есть подавление шума. Это идеально. Все общение строится по протоколу SRTP, а для преодоления НАТО я сейчас расскажу, как это у нас строится. Я как программист буду рассказывать сразу же, собственно, как создать подключение между peer-to-peer, собственно, между двумя клиентами. Все крутится вокруг одного класса, собственно, в вебе. Это RTC peer connection. И для того, чтобы получить его экземпляр, естественно, нужно дернуть какой-то конструктор. Я привожу пример о том, что в конструкторе идет объект с параметрами. Это ICE сервера. И вот тут мы остановимся как раз. Потому что существует такой процесс между peer-to-peer соединениями, который называется ICE – Interactive Connectivity Establishment. Я условно написал, что это процесс нахождения соединения между двумя клиентами. По-моему, что в мире существует одна большая проблема, которую все не знают, но кто-то, может, забыл. Давайте вспомним, как работает у нас вообще интернет. Есть какой-то существует, у нас гоняет трафик между компьютерами на каком-то физическом уровне, но все строится на основе TCP-шных пакетов, точнее, IP-шных пакетов. И там есть, собственно, два ключевых поля. Это source IP-адрес и destination IP-адрес. К примеру, я нахожусь здесь сейчас в Москве. Существует кто-то в Питере. Я хочу ему отправить пакет. И, естественно, для того, чтобы пакет дошел до него, я указываю IP-адрес, собственно, получателя. Как работает это вообще со стороны, собственно, интернета? Как правило, в мире у нас есть NAT. И где-то дома у вас, допустим, даже здесь существует Wi-Fi, который, собственно, раздает один публичный IP-адрес на сотню клиентов. Я не знаю, кто сейчас подключен, но сколько человек подключено к Wi-Fi. И происходит такая ситуация. Есть глобальный интернет. Допустим, провайдер, ППВЕ, дает интернет, собственно, до вашего роутера. Роутер, благодаря таблице NAT, Network Address Tessellation, без разницы, на программном, на аппаратном уровне, раздает, собственно, делит этот публичный IP-адрес, собственно, на тонну клиентов, на количество клиентов в сети. Потому что в мире у нас вообще существует такая интересная очень ситуация. Есть NAT, делится IP-шник. И это как межсетевой экран, его необходимо преодолеть. Преодолеть его надо в каком случае? Есть три случая внутри пир-то-персоединения. Это когда у нас оба клиента находятся за NAT. То есть клиент А сидит за роутером, клиент Б сидит за роутером. Для этого у нас, если пакет бы полетел, он, собственно, из моей локальной сети летит на Gateway. Gateway смотрит в таблице маршрутизации о том, что летит TCP-шный пакет, смотрит на это поле, смотрит в таблицу маршрутов, передает ее дальше. Где-то там Gateway у нас на провайдере, допустим, в Ростелеком или еще что-то, также до него доходит этот пакет. Он опять смотрит на destination IP-адрес. И получается, что от клиента А до Б все участники сети между ними передают клиент, смотря в свою таблицу маршрутизацию. Второй кейс – это когда один человек за NAT, а кто-то там публичный сидит, я не знаю, в дата-центре, допустим, Google. И когда они вообще оба в локальной сети, а у них нету NAT. Они, считайте, в одной публичной сети для них получается. Я вот рассказываю о NAT и рассказываю это так, потому что сначала попытались изобрести, и изобрели, собственно, NAT. Он существует статически, динамически, симметричный и так далее. А потом его начали обходить. И, собственно, первое, с чего это началось, с появления в Войпе подобных технологий, где есть пир-ту-пир-соединение. Есть два очень огромных RFC-спеки, которые помогают, собственно, преодолеть, собственно, NAT. Первое – это стан, простейшие утилиты для NAT. И второе – это преодоление NAT с помощью релея. Релея – это какой-то шлюз, который переадресовывает трафик. Поговорим о стане. Ты что, что ты перепрыгаешь? Поговорим о стане. В простейшей ситуации вы находитесь в какой-то локальной сети, вам нужно узнать публичный IP-адрес. Самый простой пример узнать, вот если бы не существовало какого-то стана, вы, к примеру, могли написать какой-нибудь 4TP-шный сервер. Он висит у вас где-то там, не знаю, в дата-центре. Вы написали простейший хендлер, к примеру, в респонс вернуть JSON от request.getclientIP-адрес. И клиенту за NAT вы можете послать запрос на ваш какой-то RPC-шный сервер, без разницы, рестовый сервис, и узнать ваш IP. Собственно, стан как раз, если примитивно рассмотреть, позволяет получить публичный IP-адрес благодаря такому простейшему подходу. А также он позволяет понять о существовании межсетевых экранов, таких как фаерволов, NAT и тому подобное. Это, собственно, первый кейс тут, когда вообще NAT нужен в любых случаях. Точнее, стан нужен в любых случаях. Но тут, допустим, два клиента могут соединиться, потому что клиент А идет на стан, узнает то, что он может пройти через NAT, и у него есть публичный IP-адрес, и клиент Б, допустим, и сидит за NAT. Или у него NAT, который позволяет выйти, допустим, статичный. Ему из интернета, и два клиента благодаря этому могут соединиться. И существует вторая ситуация, о которой я говорил, это два клиента находятся за NAT. Есть проблема симметричного NAT. Для того, чтобы пробраться в локальную сеть снаружи, вам должны открыть подключение изнутри. То есть какой-то сервер где-то в глобальной паутине не может никак достучаться до вашего телефона, который подключен к роутеру и висит через NAT. Нужно, чтобы ваш, получается, телефон создал подключение, преодолел NAT, и у вас будет висеть одно подключение. Тогда на роутере в таблице NAT создастся правило, которое говорит о том, что, собственно, может гонять трафик. Но терн немного о другом. Это когда у вас оба клиента находятся за NAT. То есть они оба не могут быть доступны извне. Им нужно, чтобы они изнутри локальной сети подружились друг с другом. Но они не могут, потому что один клиент не может преодолеть NAT, потому что второй находится в NAT. Поэтому существует какой-то промежуточный сервер, который они назвали терном, который будет, получается, проксировать у нас трафик. Из этого следует простое, как бы, не знаю, правило. Стан вы можете использовать любой, публичный. В нем сложности никакой нет. Google предоставляет и так далее. Его несложно поднять. Но терн вам придется поднять приватный или прибегнуть услугам какого-либо провайдера облачного. Потому что терн, он выступает как релей, и он проксирует весь трафик. Вряд ли кто-то захочет, собственно, бесплатно проксировать трафик от клиентов каких-то неизвестных. Собственно, пойдем дальше. У нас создалось подключение. Указалось в нем то, что есть. А из сервера это стан терн. Как преодолеть все он узнает. Вторым этапом, перед тем, как ваши клиенты начнут подключаться уже, нужно узнать, о чем вы будете общаться. Вообще в WebTC это вещь, real-time communication. И в самой спеке изначально было описано о том, что вы будете общаться видео и аудио. Но благодаря экстеншенам уже ее расширили, и можно передавать данные. К примеру, сейчас можно благодаря этому сделать простейшее какое-нибудь, не знаю, приложение в браузере, и вы можете общаться файлами напрямую. Не заливать их на какой-нибудь файлообменник, на сервер, на SFTP и так далее. Я, кстати, сразу привел тут, чтобы вспомнить об этом. Я говорил то, что спека пишется очень давно. Пример был в 2014 году. Уже сейчас 2017 год. Есть какие-то вещи, которые меняются. К примеру, есть MediaStream Capture API, который уже поменялся. И теперь нужно, чтобы добавить тот же самый стрим, вы должны взять… Я сейчас покажу. Давайте лучше вот так вот расскажу. Вы захотели, собственно, добавить какой-то стрим, допустим, видеопоток с вашей веб-камерой или аудиопоток с вашего микрофона. И благодаря отдельному RFC-шке, ее может прочитать любой, там, 5 минут буквально пробежаться глазами. Вы можете попросить у вашего браузера, наверное, кто-то видел то, что ваш браузер запрашивает какие-то runtime permission, типа, одобри меня, я хочу узнать, что у тебя там скрыто за твоей веб-камерой. И благодаря этому API можно получить, собственно, как раз стрим, у которого будут треки. К примеру, вы можете получить стрим с вашей веб-камеры со звуком. То есть у вас будет один стрим или два трека – аудио и видеопоток. Там, конечно же, существует множество всяких констрейтов. К примеру, можно запросить какой-то FPS, можно запросить соотношение сторон, минимальное, максимальное разрешение и так далее. Ну, кому интересно, можешь посмотреть. Окей, мы добавили, короче, в наш, еще раз, создали класс подключения, добавили, к примеру, туда стрим с веб-камеры. Следующий этап, он более интересный. В отрицательной спеке говорит о том, что будет существовать некий сигнальный сервер. И сервера, когда они будут находить в процессе обмена преодолением межсетевых экранов станы терн-сервера, они будут общаться. Поэтому на каждом пир-коннекшене к объекте мы цепляемся, собственно, на ивент, который будет нам выкидывать ice-кандидейта и передавать ему другому. Я сказал, да, у вас будет существовать какой-то сигнальный сервер. Без разницы, как вы его реализуете. Это какой-то HTTP-шный сервер, и вы дергаете его REST, или вы сделаете веб-сокеты. Ну, понятно, самое идеальное, это real-time все-таки, не long-pulling, не старая школа, а веб-сокеты. Когда вы это реализуете, у вас тогда, нужно сразу сказать, что будут существовать три события, когда клиенты общаются. Первое, это когда клиент A выбрасывает ice-кандидейт, то клиент A дергает какой-то RPC и с помощью сигнального сервера передает эти данные клиенту B. Клиент B, в свою очередь, может также обменяться ice-кандидатами, используя сигнальный сервер с клиентом A. То есть, используя какой-то шлюз, они меняются. Также они могут меняться RTC-offer событиям, какими-либо, и RTC-anfa. Вообще, спека, чтобы наконец-то мы смогли соединиться, она достаточно простая, и там есть всего пять методов. Это create-offer, create-anfa, set-local-description, set-remote-description и добавить ice-кандидейт. Начнем, собственно, у нас в сети между peer-to-peer всегда есть кто-то звонящий, есть кто-то принимающий, потому что кто-то должен начать соединение. Что делает звонящий? Он, собственно, создает оффер и устанавливает этот оффер себе локально. Перед этим он сигналит, потом он сигналит в какой-то там сервер и передает его к принимающему стороне. Собственно, да, звонящий у нас создал оффер, установил его себе, и теперь, собственно, очередь за принимающим. Принимающий получил оффер, используя сигналный сервер, установил его себе локально, сделал ответ, используя метод create-anfa, установил его локально и просигналил его обратно. Собственно, уже более как-то понятно становится. И, естественно, последним этапом это то, что звонящий установил ответ на его запрос. И, собственно, да, клиенты у нас как раз соединятся. Я говорил оффер и ансва. Опять же, тут есть еще один RFC, который называется SDP, session description protocol. Я вкратце скажу, кому интересно клиенты для того, чтобы договориться при передаче видео и аудио, они должны, используя SDP, сказать, что да, я поддерживаю такие-то кодеки для аудио-видео, да, у нас существует какой-то уникальный идентификатор сессии, да, я подписал его фингерпринтом, да, версия сессии вот такая вот. И это служебная информация. В данном случае это обычный plane объект, и его можно за JSON, собственно, encode сделать и отправить, собственно, через сигнал сервера. Тут не существует никакой проблемы. По поводу контролирования состояния вообще подключения, это одна из важных вещей. Круто, когда ваши клиенты могут подключиться, но достаточно важно хотя бы знать, что они подключились. Существует два поля, которые, собственно, говорят сами за себя. Это ICE connection state и connection state. Собственно, ICE говорит о преодолении сетевой проблемы, собственно, когда они находят подключение друг к другу, а connection state говорит о том, что на каком этапе обмена они сейчас находятся. Собственно, перейдем к более полной реализации, потому что, опять же, я говорю абстрактно, очень сложно рассказать какую-то очень большую спеку, огроменную там. Ее просто надо читать и не перечитаться. Давайте представим просто пример. Наверное, кто-то пользовался Slack или подобными клиентами. Вот у звонящей стороны есть просто кнопка там, к примеру, позвонить, аудио или видео. А у принимающей стороны используется модалка, которую там ответить или задеклайнить. Давайте просто представим, что вызывающая сторона, когда нажимают кнопку, открывается поп-ап, который, собственно, переходит на пауэрлу, на отдельный бандл, который вы сделаете в веб-паке. Я рассказываю пример какой-то более такой живой реализации, потому что можно реализовать по-разному абсолютно. Вот представим, то, что вы посадили пользователя на какой-то странице, вызывающую сторону. А принимающую сторону вы тоже посадите на какую-то страницу, но уже с индифигатором звонка. Попробую более детально объяснить. Сама логика в AppRTC, общение, закрытие звонка и так далее, она одинакова, как и для звонящей и для принимающей стороны. Но у них есть отличия на этапе, собственно, звонка. Собственно, вызывающая сторона должна для того, чтобы сообщить принимающей о том, что создать некий звонок, используя, к примеру, REST API или RPC, что вы используете без разницы, и отправить собственное сообщение. А принимающая сторона должна сообщить, собственно, используя REST API о том, что она одобрила звонок. Потому что иначе мы никак не сможем контролировать в вашем интерфейсе, что пришло сообщение, начался звонок и так далее. Что такое звонок в данном случае, я рассматриваю вообще. Представим, что это простейший какой-то тип, объект JSON, у которого есть два ключевых поля для нас. Это видео тип, который может быть и видео аудио. Вы, наверное, замечали, что в скайпе существуют, к примеру, две кнопки, позвонить, используя видеосвязь, тогда вы сразу же друг другу покажете свои вебки. Или используя, собственно, аудио. Но на аудио вы можете проапгрейдить до видео, включив веб-камеру. И второе, это очень важно, это room. Это как некая строка, которая будет нам позволять, собственно, делать RPC. Сейчас я об ней расскажу. Я говорю вам сейчас о кейсе, о том, что peer-to-peer можно использовать как… Вот представим, то, что у вас существует комната, в которой сидят три человека. Можно сделать полный peer-to-peer. Это когда один клиент имеет два подключения для других клиентов за исключением себя. Или можно сделать какой-то конференц-сервер в RPC, о котором я сегодня не буду рассказывать, который будет, получается, держать все подключения от каждого и отдавать, собственно, по одному подключению. В таком случае у нас будет всего лишь одно подключение, собственно, до RPC сервера. В любом случае, когда вы будете меняться через сигнальный сервер, вам нужно говорить какие-то идентификаторы. Потому что, чтобы определить, кто начинает звонок, кто принимает звонок и так далее, в данном случае я сразу рекомендую не биндиться на какой-то UIT, потому что, наверное, каждый видели такой кейс, что ты прилетаешь домой, отвечаешь на звонок, в этот момент ты понимаешь, что нужно зайти с компа. Если вы будете биндиться на UIT, то у вас будет возникать проблема, то, что невозможно полностью идентифицировать клиента. Возьмите любую строку в процессе реализации, это будет достаточно просто. И второе, все подключения удобно, естественно, хранить в мап. Потому что тогда вы сможете написать какой-то интервал, таймер, бегать по нему и понимать, какое подключение проэкспарилось, какое нужно обновить и так далее. Я говорил вам по поводу, собственно, Room ID. Это просто, представим, просто какая-то строка, взятая хексом от криптографического интегера. Это просто какой-то… Вот сигнальный сервер в данном случае у нас выступает, как, вот просто представьте, престиж и папсап. То есть каждый клиент в звонке должен использовать РПЦ-шный вызов, подписаться на какой-то канал. И в будущем они могут обмениваться собственной информацией, используя вот этот, собственно, публичный их канал, именно закрытый для них. Для того, чтобы… Вот я рассказывал о вот таком примере неполной схеме. Тут непонятно, кто начал и вообще с какого момента начал. Я веду вам понятие, что вот в WebSocket протоколе в каком-то сигнальный сервере будет существовать два, собственно, типа сообщения. Это кто-то зашел в комнату и, собственно, о том, что пингануть в комнате. Наверное, каждый сталкивался с такой проблемой, что ты… кто использовал WebSocket. Это ты подключился WebSocket, лаганулся интернет, попало подключение. И как бы восстановить консистентность вам, то, чтобы понять, кто находится в комнате, нужно хотя бы какой-либо команды. То есть не каждый раз используй RoomJoin, а разделить на какую-то пинг-команду. Вот неполная схема. А давайте теперь перейдем к полной схеме. Для того, чтобы начать звонок. В данном случае участник, который подсоединяется позже к звонку, он делает IPC-шный вызов на сигнальный сервер о том, что он заходит в комнату. И все участники звонка, которые подписаны на PubSub-чану по RoomID, они, собственно, увидят о том, что кто-то подключился к им звонку. И тогда участники, которые увидели о том, что кто-то подключился к комнате, собственно, начнут создавать и слать офферы, используя веб-сокеты, до участника. И получается, это у нас та же самая схема, которая была, но тут немного другое начало. То есть у нас есть четкое понятие, с чего вообще начинается звонок. Именно как деталь в реализации. И, собственно, я рассказал, насколько мог, потому что спека очень сложная. Надеюсь, кому-то стало интересно. Он для себя открыл что-то новое, посмотрит. И, собственно, последнее, что я скажу, это о том, что, опять же, в AppRTC зацеливалось, как общение видео-аудио. Но ребята расширяют эту спеку экстеншенами. И там появилось такое понятие, как create-это-чанел, который я упомянул для обмена информацией. И, собственно, самое простое, это взять статистику. Естественно, когда у кого-то лагает связь, было бы круто показать пользователю о том, что у него существуют проблемы. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.